28-й международный театральный фестиваль «Русская классика Лобня-2024» объявляю открытым! Добрый вечер, дорогие друзья, наши любимые и уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на нашем 28-м международном молодежном театральном фестивале «Русская классика Лобня-2024». По нашей старой доброй традиции хочу представить вам членов жюри Председатель жюри фестиваля, заведующая кабинетом критики Союза театральных деятелей Российской Федерации Кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Российской Федерации Макарова Елеонора Германовна Театральный критик, публицист, писатель Кузнецова Анна Адольфовна Театральный критик, журналист, автор и ведущая передачи о театральной жизни России на Радио России Романова Магя Яковлева Сегодня мы покажем для вас спектакль театрального объединения «Протекст. Город Москва» Спектакль «Марго» Михаила Крупина по мотивам романа Михаила Булгакова и дневника Булгаковой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Встретим Аплодисменты АПЛОДИСМЕНТЫ Их знают, как они называются, но они почему-то первыми появляются в Москве. И эти желтые цветы отчетливо выделялись на ее черном весеннем пальто. Она шла по Тверской и обернулась. По Тверской шли тысячи людей, но я ручаю, что увидела она именно его. И поглядела не то чтобы тревожно, а даже как-то болезненно. И его поразила не столько ее красота, сколько никем не виданное одиночество в глазах. И повинуясь этому желтому знаку, он пошел за ней. Они шли по кривому скучному переулку. Вокруг не было ни души. Он по одной стороне, а она по другой. И вдруг она заговорила. Вам нравятся мои цветы? Так отчетливо прозвучал ее голос, низкий довольно-таки, но со срывами. И он ответил нет. Она неловко улыбнулась. И неожиданно он понял, что всю жизнь любил именно эту женщину. Вы вообще не любите цветов. Я люблю розы. Она виноватно улыбнулась и бросила цветы в канаву. Он немного растерявших поднял их, но она снова их ополкнула. И они пошли рядом. Любовь выскочила перед ними, как убийца выскакивает из-под земли. Поразила их обоих. Как поражает финский нож, как поражает молния. В тот день она вышла с желтыми цветами, чтобы он наконец-то нашел ее. Ведь если бы этого не случилось, она бы отравилась. Жизнь ее была пуста. Они разговаривали так, как будто бы были знакомы много-много лет. Они разговаривали так, как будто бы расстались только вчера. Майское солнце светило им. И на следующий день они снова условились встретиться на Москве-реке. И скоро эта женщина станет его тайной женой. С уверенностью можно сказать, что любая женщина отдала бы что угодно, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны. Молодая, бездетная Маргарита была женой крупного специалиста, к тому же сделавшего открытие государственного значения. Муж Маргариты Николаевны был молод, добр, честен и к тому же обожал жену. Довичка. Маргарита с мужем занимали весь верх очаровательного особняка Блиссарбада. Прекрасное место. Маргарита никогда не прикасалась к Блиссу. Маргарита могла купить все, что ей нравится. Маргарита не знала ужасов жилья в совместной квартире. Маргарита могла купить все, что угодно, она никогда не нуждалась в деньгах. Словом, была ли она счастлива? Ни одной минуты. Убогие. Убогие. Что же нужно было этой женщине? Что нужно было этой женщине, в чьих глазах горел какой-то непонятный огонек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда той весной желтыми цветами? Очевидно, но ей нужен был он, мастер. Я не излечим. В январе ночью я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их сжечь. Я вышел на улицу в пальто, но с оборванными пуговицами. Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили меня до иступления. Идти мне было некуда. Я знал, что эта клиника уже открылась. И через весь город пешком пошел в нее безумие. За городом я, наверное, замерз бы, но меня спасла случайность. Что-то сломалось в грузовике. Я подошел к шоферу. Это было километра в четырех за заставой. И, к моему удивлению, он сжалился надо мной. И он повез меня. Маргарита сделала все, чтобы разузнать о нем. И не разузнала ничего. Тогда она вернулась в свой особняк и зажила по-прежнему. Да. Да, та же самая ошибка. Та же самая ошибка. Я вернулась на следующий день, как мы договорились. Но было слишком поздно. Я вернулась, как несчастный Левий Матвей. Слишком поздно! В таких мучениях. Маргарита прожила всю зиму и дожила до весны. Проснувшись однажды утром, она не заплакала, как это бывало часто. Потому что она проснулась в предчувствии, что сегодня что-то случится. Ощутив в себе это предчувствие, она стала греть и оберегать его в своей душе, боясь, как бы оно не исчезло. Я верую. Торжественно шептала она. Я верую. Непременно что-то случится. Нельзя. Нельзя же доказывать меня так жестоко. Я осознаюсь. Я лгала. Я обманывала. И жила тайной жизнью скрытой от людей. Но за что же мне послана пожизненная мука? Нет. Непременно что-то случилось. Не может быть так, чтобы что-то длилось бесконечно. В сущности, все складывается очень удачно. Муж на три дня уезжает в командировку. Значит, на три дня я предоставлена самой себе. Я могу думать, о чем мне нравится. И мечтать, о чем мне хочется. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висящие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Яршалаим, великий город, как будто и не существовал на свете. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимым прокуратором город. Исчезли висящие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Пропал Яршалаим, великий город, как будто и не существовал на свете. Субтитры сделал DimaTorzok Маргарита провожала глазами шествие, прислушиваясь к тому, как вдали затихает унылый турецкий барабан, выделывающий одно и то же бумс-бумс-бумс, и думала, какие странные похороны, и какая тоска от этого бумса. Ах, браво, дьявол бы заложила душу, лишь бы узнать, жив он и нет. Интересно, кого-то они хоронят с такими удивительными лицами. Берлиоза Михаила Александровича, председателя Массолита. Маргарита Николаевна обернулась и увидела на своей скамейке гражданина, который, очевидно, бесшумно подсел в то время, как она заглядывалась на процессию. Да, удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда делась его голова. Какая голова? Невольно спросила Маргарита, вглядываясь в неожиданного соседа. А сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, бельмом на глазу. Но удивительным в нем было то, что из кармашка, где мужчины носят платочек или самопишущее бюро, у этого гражданина торчала обглоданная куриная кость. Да, изволите ли видеть. Сегодня утром в Грибоедовском зале голову у покойника Берлиоза стащили из гроба. Впрочем, полагаю, об этом бегемота не худо бы спросить. Да ужас и ловко сперли. Какого Берлиоза? А, того, что в газетах сегодня. Так это стало быть, ветераторы за гробом идут? Скажите, а нет среди них критика Латунского? Как же его может не быть? Вон он, с краю, в четвертом лиду. Больше Маргарита ничего не спросила, вглядываясь в Латунского. А вы, как я вижу, ненавидите этого Латунского? Ох, и я еще кое-кого ненавижу. Но об этом мне интересно говорить. Да уж, конечно, чего тут интересного, Маргарита Николаевна? Вы меня знаете? А я вас не знаю. Совершенно разбойничая рожа. Ну, откуда же вам меня знать? А между тем, я к вам послан подельцу. Так вам с этого и нужно было начинать. А не мало черт знает что, протрубленную голову. Вы меня хотите... Арестовать? Ничего подобного. Что такое? Раз заговорил, так уж непременно арестовать. Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости. К одному очень знатному иностранцу. Новая порода. Уличный сводник. Дура. Мерзавец. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной атоневой башней. Пропал Яршалаим, великий город, как будто не существовал на свете. Так пропадите же и вы, прободом, с вашей погоревшей тетрадкой и сушеной розой. Сидитесь на скамейке, одна, и умоляйте его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушел бы из памяти. Про листки вы еще могли узнать. Подслушать, подсмотреть или... Наташа подкоплена. Но как? Как вы смогли узнать мои мысли? Кто вы такой? Из какого вы учреждения? Вот скука-то. Ведь я сказал, что ни из какого я не из учреждения. А зовут меня Арзазелла. Вам это ровным счетом ничего не скажет. Вы что-нибудь знаете о нем? Алло, не мучайте, скажите, жив он или нет. Ну, жив, жив. Только, пожалуйста, без волнений. Я, кстати, приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному. И ни одна душа не будет знать об этом посещении. И зачем я ему понадобилась? Вы об этом узнаете позже. Понимаю. Я должна ему отдаться. Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом. Но я разочарую вас. Этого не будет. Так, а что же это иностранец такой? Да и какой у меня, может быть, интерес к нему идти? Ну, интерес-то очень большой. Вы воспользуетесь случаем... Узнать о нем. Еду! Еду куда угодно! Тогда потрудитесь получить. Она вам пригодится, Маргарита Николаевна. Вы порядочно постарели от горя за последние полгода. Сегодня вечером, ровно в половину десятого, потрудитесь, раздевшись до нога, натереть этой матью лицо и все тело. Дальше делайте, что хотите, но не отходите от телефона. В десять я вам позвоню и все, что нужно, скажу. Вам не причинят никакого беспокойства. Ба! Маргарита обернулась туда, куда указывала. Ба! Но, не увидев там ничего удивительного, она обернулась обратно, желая получить объяснение. Но объяснение просить было уже не было. Таинственный собеседник Маргариты Николаевны исчез. Таинственный собеседник Маргарита Николаевна. Луна в вечернем чистом небе висела полная, видная сквозь ветви клёна. Маргарита сидела напротив комода в одном халате, наброшенном на голое тело. Махнет болотной тиной. и носом. Кончиком пальца Маргарита выкладывала мазь на ладони, ладонью втирала его в лицо и шею. Маргарита взглянула в зеркало, зажмурилась и снова взглянула. И рассмеялась. Она сорвала заколку, и черные локоны густой гривы упали на ее плечи. Морщинки исчезли, глаза зазеленели, и брови сгустились. А это криво! Даже висок утих, так внывший весь вечер, как будто бы из мозга вынули иголку. А это крем! Ха-ха-ха! 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 Ах, боже! Ах, боже! Она отлосная! Вот светится! Втирание изменили ее не только внешне, не и вовсе. В каждой частичке ее тела вскипала радость. Маргарита ощущала себя свободной от всего. И она тщетливо понимала, что сегодня она покидает этот особняк. И прежнюю жизнь навсегда! Да! Нужно исполнить последний долг. Прости и как можно скорее забудь. Я покидаю тебя навек. Не ищи мне эту бесполезу. Я стала ведьмой от горя бед и поразившей меня. Прощай, Маргар. Скрипнула калитка, и на плитках дорожки послышали шибель. Это Николай Иванович. Пошагом за вами. Надо бы сделать что-нибудь веселое и интересное напоследок. Добрый вечер, Николай Иванович. Вы из заседания? Ну, а вместо ответа Николай Иванович плюхнулся на скамейку. Пенсная на его лице как-то перекосилась, а в руках он жимал портфель. А я слушаю вальс, смотрю на луну. Николай Иванович, в конце концов это невежливо. С вами все-таки дама разговаривает. Это хамство не отвечает, когда с вами разговаривают. Ах, Николай Иванович, какой вы скучный тип, Николай Иванович. У меня нет слов выразить, как вы мне все надоели. Как вы мне все надоели. Да ну вас к чертовой матери. Милый, Милый, я за зала. Пора, вылетайте, вас жду. Пора, вылетайте, вас жду. Да ну вас к чертовой матери. Я улетаю. В лучах заката перед Воландом явился Левий Матвей. Он прочитал сочинение мастера. И просит, чтобы ты взял его с собой и наградил покой. Неужели тебе это трудно сделать, дух зла? Мне ничего не трудно сделать. А что же вы не берете его к себе, в свет? Он не заслужил света. Мастер заслужил покой. И он просит, чтобы ту, которая любила и страдала, вы бы тоже взяли с собой. Без тебя бы мы никак не догадались об этом. А в уютном подвальчике, уже отравленный вином пятого прокуратора иудеи, мастер разговаривал со Зазелло. А, понимаю, вы нас убили, мы мертвы. Как это умно, как это вовремя. Ах, помилуйте, отвечала Зазелло. Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, в больничных кальсонах. Это смешно. Бампара. Гремит гроза, темнеет. Кони роют землю, созрогается маленький сад. Прощайтесь с подвалом, прощайтесь скорее. Маргарита первая вскочила в седло, а за ней остальные. Кони уже неслись над крышами Москвы. В клинике Стравинского что-то случилось. Были слышны беспокойные шаги и глухие голоса. В палате 118 скончался пациент, называвший себя мастером. В зубняке близ Арбата мрачная женщина вышла из комнаты. Схватилась за сердце, беспомощно скрикнула и упала на пол. Когда Маргарита на скаку обернулась, Не было уже ни башен, ни самого города, оставившего о себе только туман. Как грустна вечерняя змея, Как таинственные туманы над болотами. Кто облуждал в этих туманах, тот знает. Кто много страдал, Это знает уставший. Ночь густела, Летела рядом, Пока мастер И Маргарита не увидели Обещанный рассвет. Мастер шел со своей подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Вон, твой вечный дом. Я уже вижу венецианское окно, вьющийся виноград. Там ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Оберечь твой покой буду я. И прогнать меня ты уже не сумеешь. Слышишь, тревожные дурят ветра, Нам расставаться на старых лапах. Кружится, кружится пестрый лесок, Кружится, кружится старый вальсок, Старый забытый, Старый забытый вальсок. Ты, совершая положенный путь, В дальнем краю это все не забудь. Эту реку и трюк прежний песок, Этот негромко звучащий вальсок, Этот негромкий, Этот негромкий вальсок. Мы расстаем все, чтоб встретиться вновь, Ведь остается навеки любовь, Кружится первой осенней листом. Да. А, Елена Сергеевна, Вы так быстро приехали из издательства. А, Елена Митлевич. Елена Сергеевна, хочу вам сообщить, Что редакция журнала «Москва» Приняла решение издать роман. Тихо. Спасибо. Ну, пока первую часть романа. Как? Почему только первую? Там нет Маргариты. Читатели не поймут смысл названия Мастер и Маргарита. А еще не вечер. Скоро гроза. Черт, издатель. Еще дневники мои хотел издать. Только допишите их, Елена Сергеевна, пожалуйста. А что мне дописывать? Что мне дописывать? Все есть. Май, апрель, 17 июля, 20 августа. А сегодня? А сегодня 3 октября. 3 октября. 32-го года буду расторгнут брак с Шиловским. А 4 октября Закрежен брак с Молвяковым. 30. А я помню письмо. Дорогие Александра Александровна и Сергей Маркович. К моменту, как вы получите это письмо, мы с Еленой Сергеевной уже не будем мужем и женой. Мне хочется, чтобы вы правильно поняли. Я ни в чем не обвиняю Елену Сергеевну. Если у Люси родилось такое серьезное чувство к другому человеку, она правильно сделала, что не поступило себе. Написал Шиловский. А ты помнишь, как Игорь рассказывал, точнее, интересно изложил историю нашего знакомства? По словам некого Пети, ну, не буду назвать фамилии, некий Петя решил избавиться от нее, как от любовницы, и предложил ее Булгаков. А Булгаков был известным котом и мог на улице подойти к женщине и сказать «Пойдемте в ресторан, у меня много денег». На самом-то деле это было все не так. Было в двадцать девятом году на масле. Нас позвали в гости на блины. Я не хотела идти, Пулгаков не хотела, но что-то. Почему-то мы оказались в одном доме. И это была любовь с первого взгляда, как говорится, но, по крайней мере, с моей стороны. И без него я не видела ни смысла жизни, ни оправдания ее. Допишите дневник. Мне дописать нечего. Вот и последняя запись. Первая марта. 16.39. Миша умер. 13.13. Продолжение следует... Хватит. 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 субтитры субтитры ой михаил погубишь ты меня своими мамами субтитры и вам и и и и и и и и АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok